11 августа 1973 года по Центральному телевидению СССР началась демонстрация многосерийного художественного фильма «17 мгновений весны». В основе фильма лежал сюжет одного из романов популярного писателя Юлиана Семёнова, автора многочисленных книг о приключениях советского разведчика Исаева, работавшего в разведке фашистской Германии под именем Макса Отто фон Штирлица. Этот уникальный телепроект состоялся лишь благодаря таланту и настойчивости режиссёра Татьяны Лёзновой. Не только на главные, но даже на эпизодические роли в этом фильме были приглашены крупнейшие актёры. В главной роли Исаева Штирлица выступил Вячеслав Тихонов. Образ его основного противника шефа нацистской политической. Полиции, гестапо, Муллера прославил уже немолодого артиста Леонида Броневого. В ролях антифашистов, помогавших Штирлицу в его борьбе, выступили Ростислав Плят, пастор Шлаг, и Евгений Евстигнеев, профессор Плешнер. В числе актёров, сыгравших руководителей фашистской Германии, её разведки и армии, были Юрий Висборр, Борман, Олег Табаков, Шелленберг, а также Николай Гриценко, генерал в поезде. Единственная крупная женская роль в этом фильме досталась актрисе Екатерине Градовой, советская разведчица-радистка Катя Козлова, она же Кэтрин Кин. Однако зрителям запомнились и эпизодические женские образы великолепная фрауза Урих, Эмилия Мельтон, Габи, Светлана Светличная, а также пьяная проститутка. Из бара Инна Ульянова. Воистину народными стали песни Микаэла Тривердиева, исполненные Иосифом Кобзоном.